привет друзья сегодня я хочу рассказать про выделение водорода все знают что водород это молекула или атом который выделяется из воды и наука по-разному пробует использует новые технологии выделения водорода но если посмотреть так вот где в этом истина то истина находится только в библии ну священном писании в слове болт бога нашем случае мы изучаем слово еговы поэтому будем использовать библию перевод нового мира потому что этот перевод более более ну как бы приятный на чтение и там понять ну как бы то что написано более легко и так прочтем бытие первая глава и сказал бог пусть будет свет и появился свет бог увидел что свет хорош и отделил бог свет от тьмы бог назвал свет днем а тьму ночью и был вечер и было утро день первый и так мы узнали что в первом дне бог создал свет так теперь причем 16 стих бог создал два великих светила большое светило чтобы господствовала над днем и малая светила чтобы господствовала над ночью и звезды бог посмотрел их небесном небесном пространстве чтобы они светили на землю господствовали днем и ночью и отделяли свет от тьмы и увидел бог что это хорошо и был вечер и было утро день четвертый и так мы увидели из книги бытие из первого дня что бог создал свет а в четвертом дней бог создал луну солнце и звезды и получается что после сотворения света до сотворения звезд луны и солнца прошло некоторое время и в это время бог создал очень много ну например растения да и почему когда росли растения свет был луны и солнце не было видно хотя был свет это потому что во время сотворение то есть разделение воды на кислород и на водород происходит одна странная вещь а именно при выделении водорода водород становится белым то есть она становится не прозрачным а белым то есть как как молоко то есть она мутная и через нее свет не проходит ну как бы свет проходит но этот то есть солнце светит свет доходит но как бы не видно этого солнца как бы все все облачное да и и теперь мы посмотрим как бог ягова именно разделяет воду на кислород и на водород об этом записано священном писании перевод нового мира итак открываем самуила 2 2 самуила 22 глава 13 стих от сияния перед ним разгорались огненные угли ну вот и так мы поняли что от сияние перед ним разгорались огненные угли ну для многих это ничего не говорит но для тех кто знает как выделяется водород то есть именно когда разгорается древесные угли то есть сырые древесные угли или древесные угли под водой то при нагревании древесного угля то есть углерода она соединяется с кислородом воды при этом выделяется водород водород является атомарным то есть она не прозрачная то есть она белая вот то что мы узнали из бытие с первой главы что бог создал свет но до четвертого дня солнце не было видно потому что каждый день каждое утро бог своим голосом то есть молнией создавал все новые и новые водороды поэтому каждую ночь выходила много много водорода и таким образом постоянно небо было просто белым потому что для того чтобы атомарный водород превратился молекулярный ему нужно еще некоторое время после чего водород превращается ну когда свет смотрит солнечный свет смотрит из против превращается тентерий а потом и 3 то есть по их получается радиоактивный водород и этот радиоактивный водород спускает бета-электрон который мы видим как северное сияние вот теперь посмотрим еще раз вот трое самуила 22 глава 13 стих вот сияние перед ним разгорались огненные угли прогремел и голову с неба всевышний подал свой голос он пускал стрелы чтобы рассеять их и металл молнии чтобы привести их смятение обнаружилось морское дно и открылись основания земли вот таким образом мы увидели что с помощью молнии с помощью стрел и с помощью огненных углей бог ягова сделал так чтобы вода превратился ну как бы озоновый и водородный слой как происходит как бы рост растений до рост растений получается она питается гидрокарбонатом которые появляются при выделении водорода из древесных углей то есть h2 с и о 3 это у нас получается почва да при этом растение втягивает этот анион гидрокарбоната и выделяет кислород кислород выделяется и сразу же энергия выходящая от стрел то есть от растительных стрел превращается в озон таким образом создается озоновый слой а водород она поднимается на небо сразу же поднимается на небо а некоторая часть втягивается корнями растений водород втягивается и растение растет быстрее а еще некоторая часть остается в грибах ну вот грибы растут внизу выдаляется водород и водород выходит и она она собирается шляпе гриба у таким образом карбонаты эти гидриды сохраняются в грибах и гриб растет и она становится съедобным без яда теперь еще раз прочтем 2 самуила 22 главу 13 стих от сияние перед ним разгорались огненные угли от сияние то есть сияние это молния энергия молнии от него разгорались огненные угли то есть уголь начинает гореть да и благодаря чему энергия распространена по поверхности земли а именно благодаря изолятору молнии вот этот канал который вы смотрите называется изолятор молнии каменный уголь технологии еговы бога то есть каменный уголь это и есть изолятор молнии каменный уголь это извержение вулкана то есть вот извержение вулкана появляется слой битума которая содержит метан а метан это высокое давление которое изолирует вакуум вакуум который создает энергия энергия молнии то есть энергия когда проходит через воздух она разделяет ее создает вакууме через этот вакуум распространяется энергия молнии когда она падает изолятор молнии то есть каменный уголь она не может разделить давление метана вот об этом написано тоже 2 самуила 22 глава вот 9 стих дым исходил из его ноздрей из его ус всепожирающий конь то есть это извержение вулкана и горящие угли разлетались от него он наклонил небеса и сошел и густой мрак был у него под ногами он высел на хоревима и полетел был виден на крыльях духа он окружил себя тьмой как шатрами темными водами густыми облаками ну вот видите как дым исходил из и гоноздрей то есть извержение вулкана а вулкан создает ну как бы извержение нефти тогда еще не было кислорода поэтому нефть не сгорает с кислородом то есть не в проф просто падает на землю и превращается в каменный уголь ну который содержит метан метан мы знаем имеет высокое давление высокое давление изолирует энергию молнии вот посмотрите бытие 1 глава 1 стих вначале бог сотворил небеса и землю земля была бесформена и пуста и на поверхности водной пучины была тьма и действующая сила бога носилась над поверхностью вот вот носилась над поверхностью вот действующая сила бога носилась над поверхностью вот ну вот 2 самуила 22 глава одиннадцатый стих говорится он воссел на хоревима и полетел был виден на крыльях духа ну то есть эти два библейских стиха как бы связывает 2 самуила и бытие таким образом это как бы продолжение то есть одно и то же один не тоже один не тот же рассказ ну вот а второе самуила двадцать второй глава то есть как бы переписано солом 18 только там чуть по-другому говорится ну здесь говорится от сияния перед ним разгорались огненные угли здесь более точна и здесь как бы мы видим именно выделение водорода с помощью голоса еговы выделение водорода путем сжигания вот огненных углей да то есть химическое выделение водорода и так это был еще один научный патент егову бога о выделении водорода хотя этот способ выделения водорода был запатентован двухтысячном году японской автокорпорации еще этот способ выделения водорода я видел американском сайте а еще этот способ выделения водорода в этом году получил второй второй диплом второй степени в конкурсе санкт-петербурга а еще этот способ в этом году был анализирован ну состав газа и выяснили что 88 процентов состоит из чистого водорода а 12 процентов это прочие газа ну в прочих газах можно наверняка есть этот водяной пар ну вот или можете другие газа так ну в общем суть понятно то есть выделение водорода то есть самый такой лучший способ выделения самый хороший способ выделения находится именно именно священном писание библии книги книги слове бога спасибо за внимание попали всю в